Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня биткоин достигал 23 тысяч долларов. Что же происходит с ним? Давай обсудим это. Но кроме этого я расскажу тебе, что случится 1 февраля и 22 марта 2023 года и почему это важно для криптовалютного рынка. И почему это может ответить на вопрос, закончился ли медвежий рынок. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк. На прошлых видео мы постоянно набираем 3000 лайков. Давай на этом наберем 2000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, интересную историю тебе расскажу и она касается Китая. Да, Китай в последнее время является источником негативных новостей о себе. К тому же его экономика и демографический вопрос столкнулись с некоторыми проблемами. Впервые за последние 40 лет население Китая сократилось. Да-да. Но давай начнем немного издалека. Наверняка ты помнишь, как Китай запретил криптовалюту и биткоин. Тем самым майнинг биткоина в Китае упал почти до нуля. Зато в соседнем Казахстане вырос так, что казахский майнинг стал третьим по размеру в мире. Все мы помним эту великую миграцию криптомайнеров, которая привела к краткосрочному падению хешрейта биткоина. Дело в Китае зашло так далеко, что даже социальные сети могли быть заблокированы за рекламу криптовалюты. Но сегодня, друзья, стало известно, что китайские компании могут вернуться в криптовалютный рынок. И это несмотря на то, что с сентября 2021 года любые криптовалютные транзакции в Китае являются абсолютно нелегальными. Компания CryptoQuant заметила, что китайские объемы на бирже OKEX растут, причем и на спотовом, и на фьючерсном рынках. Кроме этого, в прошлом месяце, опять же, несмотря на запрет криптовалюты, был запущен первый китайский биткоин ETF. Просто вдумайся в это. Китай запретил криптовалюту, и в Китае же китайские регуляторы одобряют запуск биткоин ETF. Сегодня он уже собрал 79 миллионов долларов. Этот ETF тоже можно рассматривать как признак того, что Китай возвращается на криптовалютный рынок. Иначе зачем его одобрили китайские регуляторы? Также в прошлый понедельник, во время конференции Web3.0 в Гонконге, финансовый секретарь Гонконга заявил, что город стремится стать региональным криптохабом и намерен привлечь инвестиции со всего мира. Причем, кстати говоря, он хочет использовать историю с банкротством криптовалютных бирж, чтобы привлечь больше инвесторов к себе. Это тоже можно рассматривать признаком того, что китайские компании хотят возвращаться в криптовалюту. Кроме OKEX и другие биржи, основанные в Китае, демонстрируют рост объемов со стороны Китая. И не только на спотовом рынке, но и на фьючерсном. Также растет и открытый интерес. Так что спустя почти два года полного запрета криптовалюты, Китай внезапно демонстрирует намерение вернуться в этот рынок. Вполне возможно, что полное возвращение Китая в крипторынок может привести к большому булрану биткоина, да и всей криптовалюты. Теперь я хочу дополнить немного новость о том, что Генезис подал на банкротство. Из-за того, что это событие так долго ждали и обсуждали, как по мне, это хорошее событие. Это очищение рынка от всяких не сумевших выжить проектов. Чем больше таких компаний будет выдавлено с рынка, тем легче рынку будет расти. Кроме этого, я изучил их заявление на банкротство, и оказалось, что на банкротство подает только часть компании, которая занималась криптокредитованием. Остальные департаменты, отвечающие, например, за трейдинг, работают и способны получать прибыль. Но подчеркиваю, чем больше компаний, не способных пережить медвежий рынок, чем больше компаний скамных уйдет, тем здоровее будет рынок, и тем быстрее начнется самый настоящий булран. Конечно же, самым большим индикатором того, что дно уже было пройдено, что булран запущен, это ФРС США. Чего ожидать от первой встречи ФРС США в 2023 году уже через 12 дней? Следующее решение по процентным ставкам. Почему это важно? Потому что ФРС США буквально прямо управляет рынками. Так было, например, в марте 2020, когда они снизили ставки практически до нуля и напечатали столько денег, что спровоцировали рост всех рынков, а биткоин пропампился до 60 тысяч долларов. Ну а в 2022 году они наоборот начали поднимать ставки и выводить ликвидность с рынков такими масштабами, что обвалили рынки. Технокомпании рекордно обвалились, биткоин упал, амазон стал первой компанией в истории, которая потеряла триллион долларов капитализации. Если мы посмотрим более детально поведение ФРС США в 2022 году, то мы увидим целых 4 роста процентной ставки на 75 базисных пунктов подряд. Очень агрессивное поведение. Но затем мы наблюдаем, что в мае 2022 года они подняли ставку только на 50 пунктов, ну а в марте 2022 только лишь на 25 пунктов. Это означает постепенное падение темпов роста ставки, что весьма позитивный сигнал. Итак, 1 февраля у нас будет новая встреча ФРС и новое решение по ставке. Чего мы можем ожидать? Ну, конечно же, нового роста ставки. Но этот рост может быть даже меньше, чем прошлый. И точно меньше, чем позапрошлый. Рынки сейчас вкладывают в цену биткоина рост ставки на 25 базисных пунктов 1 февраля 2023 года. Конечно, перед этой встречей еще выйдут обновленные данные про экономику, которые могут повлиять на решение ФРС США. Решение будет уже через 12 дней. Что это значит для нас, как для криптоинвесторов? ФРС США намерена поднять ставку на уровень от 4,75% до 5,75% в этом году, под конец этого года. Сейчас же ставка составляет, как ты видишь на этом графике, 4,1%. Выходит, что в этом году ФРС США может поднять ставки еще трижды, если каждый раз они будут поднимать ее на 0,25%. FedWatch Tool, например, прогнозирует, что нас будет ожидать два повышения ставки в этом году в совокупности на 50 пунктов. И того же ожидает крипторынок. Ну а затем ставки заморозят на получившемся уровне. Хочу заметить, что сейчас мы опасно близки к уровню ставок в 2008 году, когда случился финансовый кризис. Для меня это самый большой индикатор, что медвежий рынок точно закончился. Пока ФРС США повышает ставки и убирает ликвидность рынков, давление на рынке будет оставаться. Так что 1 февраля 2023 года будет очень важный день. Если они повысят ставку на 25 пунктов, это вызовет, скорее всего, нейтральную реакцию рынка, потому что он и так ожидает такого повышения. Если они повысят ставку на 50 пунктов, скорее всего, это приведет к падению, потому что рынки воспримут это как медвежий сигнал. Потому что ФРС США таким образом покажет, что не все еще решено. И что ФРС США придется быть немного более агрессивной. Это не есть хорошо в глазах рынка. Итак, если 1 февраля и 22 марта этого года на двух встречах ФРС США не повысят ставку минимально на 25 пунктов каждый раз, это будет сигналом для меня, что медвежий рынок действительно заканчивается. Ну а я обязательно буду держать тебя в курсе всех событий, в том числе и этих двух встреч ФРС США. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Спасибо за просмотр и лайк. Подписывайся на канал. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok